Всем привет! Привет, пятница, 6 февраля 2021 года. Я веду свой репортаж с острова Уайт и одна из улиц города Сандаун. Сегодня я хочу с вами поговорить, ну, поговорить, наверное, о своих каких-то новостях, о том, что происходит в Великобритании, а также, что происходит именно у меня. Сегодня у нас один из великолепных дней, солнечных, чудесных, которые в последнее время всё больше и больше радуют здесь нас. И очень заметно то, что уже день сильно прибавился, теперь темнеет только после пяти часов. И это радует, конечно, уже вовсю цветёт камелия. Итак, давайте начнём нашу прогулку, как обычно. Смотрите вокруг, по сторонам, и слушайте тот, кто желает мой рассказ. Есть одна интересная новость, которая меня удивила. Я вам уже рассказывала о том, что в моём доме, в котором я живу, там проживает вместе со мной ещё три женщины. У нас такой был женский коллектив. И почему-то все женщины одинокие. Вот, странное дело. Ну и все разного возраста. Вот, наверное, я так посрединке со своим 60+. Моя соседка ей 73, по-моему. Внизу Мишель ей около 50. И женщина с кошечкой с чёрной, которая продала свою квартиру, тоже внизу, ей было за 50. Так вот, я как-то тут встретилась с Мишель, из нашего дома. Она такая разговорчивая женщина. Она поделилась со мной тем, что вот она сейчас хочет оценить свою квартиру. У неё квартира внизу, но не подо мной, а под квартирой моей соседки. На мой взгляд, квартира не очень хорошая. Тёмная. У неё маленькие окошки такие. Ну и потом вот эти два выхода у неё. Один выход в коридор к нам, тоже вам показывала. И другой выход туда отдельный, как бы, на её маленький садик. Не тот, не тот выход какой-то, не знаю, неудобный. Вот она свою квартиру эту покупала за 160 тысяч пунктов. Совсем недавно, потому что самые ранние покупатели, которые заселились, это я и моя соседка. Внизу две квартиры. Их сдавала наша лендлорд просто в аренду. А потом она их отремонтировала и два года назад продала. Одну за 170. И вот квартиру Мишель за 160. Ну и получается так, что, не прожив больше даже двух лет, вот Мишель решила оценивать свою квартиру и тоже переезжать. Когда я у неё спросила, почему она вдруг так решила, она сказала, что стала появляться плесень, несмотря на то, что я топлю, что-то не то. Говорит, мне уже тоже с этими лендлордами надоело бодаться. Я уже официальные запросы посылала. И через своих юристов. В общем, ничего невозможно добиться. Она говорит, что не хочу, наверное, буду переезжать. Ну и если у человека есть деньги, то почему бы и нет, как говорится. Дальше потом она сказала, что у неё мать тут недавно умерла. И у неё остались ещё деньги. Вот она сейчас вступает в наследство, получает деньги какие-то там небольшие и хочет купить себе что-то более интересное. Я удивилась, вот говорю, ты же совсем недавно купила эту квартиру, надо же как. Но она говорит, что я, конечно, не думала, не ожидала, но мне здесь не нравится. Темно, я хочу цветы разводить. Вот там у неё маленькая консерватори. Я вам показывала снаружи. И она говорит, что тоже там холодно, темно и сыро, и цветы не растут. И вообще всё ей не нравится, её не устраивает. Ну и она также точно спросила у меня, а ты же тоже вот хотела продавать и переезжать. Я говорю, ну да, но у меня нет отопления в квартире, а у тебя-то вроде есть. Она сказала, ну у тебя зато квартира такая светлая. Я у тебя была, и я ещё больше разочаровалась в своей, когда я увидела, какая светлая и красивая квартира у тебя. Ну а я остановилась, вам показываю ещё одну английскую церковь. Это опять церковь Сент-Джон, церковь Святого Джона. Показываю поближе название. Я знаю, что у меня многие интересуются церквями. Можете найти о ней информацию. Внутрь сейчас ни в одну из церквей не попасть, потому что всё закрыто в связи с пандемией, коронавирусом. Поэтому показываю только архитектуру снаружи. Церковь тоже типично английская. Посмотрите, какой красивый вход у неё. Субтитры создавал DimaTorzok Коттедж. Чисто английский. 910 год написано. 1910. У него над дверью. Показываю вам, заостряю ваше внимание. Вот эти английские коттеджи. Очень колоритные, симпатичные. Ну и 1910 год. Это ровно 100 лет. Это считается вообще новоделем. Такие дома, вот как этот. Это вообще новостройка. Пусть может быть даже он построен лет 20-30 назад. Это считается новейшие дома. Ещё меня немножко удивили новостями мои зрители. Одна из моих зрительниц написала мне на почту. Е-мейл прислала. И дала мне ссылочку. И сказала, что посмотрите, что я нашла. Что кто-то на канале на вашем роется в ваших доходах. Подсчитывает вашу прибыль. И вот посмотрите, что происходит. Ну я вообще-то, конечно, очень удивилась. Очень удивилась такому. Ну и, естественно, я открыла. Там действительно женщина, которая живёт где-то на Украине. У неё порядка 90 с небольшим число подписчиков всего лишь навсего. Канал абсолютно не раскручен. По 100-200 просмотров. Но дело даже не в этом. Ну вот человек, как говорится, старается изо всех сил привлечь зрителей всеми возможными способами. И в том числе вот она нашла такую программу, которая, если на моём канале я не скрываю количество своих подписчиков, а у меня их на сегодняшний момент 34 326. Так вот, она может там, имея эту программу, открыть и посмотреть, какой у меня доход, какое количество просмотров. Ну, в общем, мне было, конечно, не очень это приятно увидеть. Ну, вы знаете, даже, может быть, что я не очень-то и расстроилась, потому что там такие средние усреднённые данные, которые даёт вот эта вот программа. Ну и там написано, значит, сколько у меня примерно в месяц доход от просмотров. Написано от трёх долларов до трёхсот. То есть вот шикарный такой разброс, понимаете. Думай, как хочешь называется. От трёх долларов до трёхсот долларов – это значит ничто. Ну вот, тем не менее, какой интерес у этой женщины для того, чтобы показывать, вот раскручивать так свой канал, показывая доход других каналов. И она там не только мой канал показывает, она показывает и другие какие-то, у которых там больше 20 тысяч подписчиков. Ну, в общем, бог ей судья, как говорится. Я ей, конечно, написала, в связи с чем у неё возник такой интерес на мой канал, но она мне не ответила. Что ещё я хочу вам сегодня рассказать? У меня спрашивают многие, что там у вас с вакцинацией, что у вас там с коронавирусом происходит. Так не хочется затрагивать эту тему, друзья, она уже настолько всех достала, и так мы устали от всех этих подсчётов непонятных. И каждый говорит своё, и каждая информация противоречит одна другой. Ну, не знаю я. Ну вот, раз вы меня просите, то я немножко такой экскурс проведу, как говорится, именно по Великобритании, что происходит здесь. Вчера я просто услышала по Би-Би-Си, когда ехала в своём автомобиле, я обычно слушаю там радио, и сказали, что количество вакцинированных в Англии на сегодняшний день составляет 10 миллионов человек. Это очень огромное количество людей, как вы понимаете. Кто не знает, вакцинация у нас началась 8 декабря, и вот продолжается по сей день, то есть ровно 2 месяца. За 2 месяца они привили. Это только первая стадия прививки. Прививку начали делать с самых старых слоёв населения, так скажем, с 80+. И потом они прививали в основном дома престарелых, вот этих людей, которые наиболее подвержены были заболеваниям. Прививали американской вакциной Pfizer, также частично германская BioNTech, и британская Швеция, Британия, разработали ещё одну AstraZeneca, она тоже использовалась. И вот, значит, Борис Джонсон объявил, что 10 миллионов уже привито. Как вы знаете, всего в Великобритании проживает порядка 67 миллионов человек. Это не так и много. Но 10 миллионов, значит, шестая часть уже привита. Правительство Великобритании пообещало, что до конца февраля месяца они привьют уже 15 миллионов человек. Но, как говорится, не тут-то было. Потому что сейчас, вот я слышу новости, что Всемирная организация здравоохранения попросила Британию приостановить своё вот такое вот быстрое вакцинирование населения. И как они это объяснили, что якобы Великобритания должна поделиться с другими малоимущими странами. Потому что на сегодняшний день в мире, как вы знаете, всего две страны, опять же, начали вакцинацию своего населения. Это вот Великобритания и Россия. По поводу России я не в курсе. Кто-то, может быть, знает все эти цифры. Но я не слежу. Я слышала последнюю информацию, что в Москве было привито спутник В, применяется вакцина. И привито было более 400 тысяч человек только по Москве. Что касается меня, то мне ещё не приходило письмо приглашения на вакцинацию. Наверное, что мой возраст ещё пока не затронут. Но вообще-то я к прививкам отношусь не очень хорошо. Никогда не прививалась ничем, ни от чего. И, наверное, что эту прививку я делать так же не буду. Я слышала много негатива по этому поводу. Разные мнения идут, рассказы. Я ведь слушаю только то, что говорят учёные, то, что говорят медики. И они до сих пор не пришли к какому-то консенсусу по поводу этой вакцины. Ну и также есть ещё такое очень пессимистическое утверждение, что эта вакцина, она действует максимум на год, а дальше непонятно. Поэтому многие сейчас, узнав вот такую вот информацию, отказываются прививаться, потому что двойная прививка, она, говорят, там проходит не очень гладко, у многих поднимается высокая температура. И стоят ли такие страдания, непонятно что, всего лишь навсего на год, чтобы привиться и защититься. Правительство Великобритании, можно понять, почему они так торопятся с вакцинированием населения, и почему столько много они хотят привить, 15 миллионов человек. Ну потому что, как вы знаете, ужасная статистика именно по Великобритании, по количеству заболевших. Вот на сегодняшний день, я уже давно не следила, сейчас открыла, смотрю, что подтверждено зараболевших 3 миллиона 923 тысячи человек. Из них смертей 111 477 тысяч, а выздоровело всего 10 тысяч 94 человека. То есть получается, что из 10 заболевших только один выздоравливает. И вот это, конечно, статистика очень удручающая, вот о чем это говорит. То ли о том, что слишком пожилое население в Великобритании в среднем, то ли это говорит о плохой качестве медицины. Тоже все об этом говорят и подчеркивают. Ну вот сейчас я смотрю здесь, у них график такой, что от начала января за месяц идет такая ниспадающая по количеству подтвержденных случаев заболевших. То есть если в начале января доходило до 60 тысяч в день заболевших, то сейчас я смотрю порядка 19 тысяч заболевших в день. Но все равно это, в общем-то, катастрофическая ситуация, потому что Великобритания сейчас, она попала в пятерку стран с самыми худшими показателями. Это такие страны, как США, Индия, Бразилия, Мексика и Великобритания. Но если учесть, что в Великобритании всего 60 миллионов человек, а в той же самой Индии там полтора миллиарда, то вы понимаете, с чем тут сравнивается. Кстати, что касается королевской семьи, то никаких сведений о том, прививалась ли королева Елизавета и ее муж, нету. На сегодняшний день говорят, что их будут прививать, но пока они вакцину не получили. Неожиданный дождь, очень сильный, очень резкая перемена. Посмотрите на черные тучи над морем и как поменялся цвет этого моря, океана. И вот там, посмотрите, видно, какой проливной дождь. У нас он здесь еще не проливной, но все равно неприятный, такой зарядил. Наверное, моя прогулка сейчас прерывается. Я здесь встала под небольшой козырек в отеле, но, наверное, придется мне долго ждать от моря погоды. Погода абсолютно непредсказуемая. Вот только что светило солнце вовсю, и видите, как все изменилось. А это вид на центр города Сандаун. Видно ли вам дождь? Дождь все сильнее и сильнее. Ой-ой-ой, друзья. Наверное, придется мне заканчивать сегодня мою с вами прогулочку обзорную. Я много вам чего еще не рассказала, но я думаю, что мы с вами еще увидимся. Пишите ваши комментарии, как всегда. Не забывайте ставить лайки, пожалуйста. Жду вас на своем канале вновь. Берегите себя. Всем здоровья. Пока-пока.